Всего несколько лет прошло с того момента, как городской сад вновь вернул себе утраченную ранее функцию и снова стал рекреационной зоной, которая притягивает внимание гостей и горожан. За это время он существенно прирос в арт-объектах, но до сих пор каждый из них заслуживает отдельного внимания. Цветочная композиция, появившаяся на участке со стороны проспекта Машерова, органично вписалась в существующий ландшафт. Ее внешний вид словно некое подобие англосаксонской архитектуры и в то же время как отголосок из прошлого. Отчасти это действительно так. Именно такую композицию нашел на одной из старинных фотографий областного центра Брещанин краевед Александр Пащук. На фото 40-х годов прошлого столетия улыбающиеся девушки сидят на лужайке, а за ними необычный арт-объект. Конечно же найти аутентичный экспонат сегодня не представляется возможным, но вот создать его аналог оказалось вполне реально. Идею инициативного Брещанина поддержали в городском ЖКХ и вот теперь она воплотилась в жизнь. Юрий Викторович взялся за эту идею. Выполнили мастера из Гродно, это Гродинский комбинат мастерства союза художников, директором которого является Бергер Геннадий Абрамович. Они выполнили, я считаю, замечательно. Ну и 27-го числа вот этого года, вот июля месяца установили в нашем городе, в городском саду. Я считаю, что это прекрасный подарок для наших Брещан. Тем более, что, как мне сказал Геннадий Абрамович, он не видел в Белоруссии подобные вот эти вазон-клумбы. Вообще городской сад во все времена своего существования отличался колоритностью. Каких только арт-объектов здесь не было. Необычные голубятни, ажурные скамейки, беседки и даже сцены, на которые, по воспоминаниям старожилов, выступал сам Шаляпин. Много лет в областном центре шли к вопросу восстановления достопримечательности. Планы воплотились в реальность. И теперь сюда с удовольствием приходят люди разного возраста. Мы в этом районе первый раз. Здорово. Ну а вообще какие впечатления от этой зеленой зоны? Красиво. Свежий воздух, лавочки, все хорошо, можно пройтись, памятники. Цветочное наполнение городского сада переплетается с ландшафтным дизайном всего областного центра. В летние дни он буквально утопает в ярких красках. Конечно, погодные условия 2021-го заставили работников коммунальника поработать особенно активно. Холодная зима и жаркое лето дали о себе знать. Но самое главное, это нисколько не сказалось на качестве цветочного оформления. Постепенно от однолетнего оно перешло в многолетние. И декоративно-лиственные, и декоративно-цветущие растения. Что касается ампельных, это, как правило, сурфиния, петуния ампельная, это пеларгония зональная и другие растения. Все больше мы пытаемся разнообразить ассортимент декоративно-лиственных растений. Можно сейчас увидеть такие растения, как ипомея батат с крупной листвой различных сочетаний. Используем дихондру, используем также плиткрантусы различных видов и прочие растения. Кстати, в эти дни работники коммунальника уже закладывают смету на будущий год. Возможно, в большем масштабе в 2022-м реализуется проект озеленения мостов. В этом году оно было опробовано впервые. Все карты здесь пока не раскрывают, но уверяют, будет интересно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорс Букуночь, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.